Производители смартфонов всегда стараются сделать свои новые устройства особенными, с какой-нибудь фишкой. Правда, далеко не всегда это получается. Всякие звуковые улучшалки, 6 ГБ ОЗУ, сканеры радужной оболочки глаза и так далее. Зачем это все? Лучше брать пример с компанией LG, которая, кажется, нашла по-настоящему интересную фишку. Две основные камеры. Ими может похвастаться вот этот красавец – недорогой LG X Cam. Две камеры – далеко не единственная особенность этого смартфона. Он еще и выглядит не так, как все остальные телефоны, а это нынче дорогого стоит. Первое впечатление, когда берешь этот телефон в руки, кажется, это самый тонкий и легкий смартфон в мире. Максимальная толщина корпуса 6,9 мм. Края крышки сужаются и плавно переходят в две вставки из хромированного пластика по бокам. Именно из-за них в руках аппарат ощущается, как легендарный Motorola Razr V3, который в свое время был самым тонким телефоном. Кнопка питания находится справа, а вот качелька регулировки громкости слева. Удобнее всего пользоваться смартфоном левой рукой. Тогда большой палец всегда над кнопками громкости, а указательным можно быстро включать и выключать смартфон. Задняя крышка из матового, не скользкого пластика, несъемная, аккумулятор самому заменить не получится. Две сим-карты либо одна симка и карта памяти вставляются в специальный лоток. За время тестирования крышка покрылась неприятными мелкими царапинами, так что рекомендую после покупки сразу нацепить на смартфон чехол. В нижней части негромкий динамик, который зато отлично слышно, даже если телефон положить на стол, на крышку. Сверху по центру целый островок с двумя камерами и простенькой вспышкой. Набор всяких микрофонных дырочек и портов сверху и снизу. Вот порт microUSB рядом со стандартным выходом для наушников и микрофоном, а это второй микрофон для шумоподавления во время разговора и записи видео. На передней панели тоже есть кое-что нестандартное. Это минимально изогнутое сверху и снизу защитное стекло, которое в LG назвали 3D Bending Glass. Практическая ценность нулевая, зато оригинальна. Чего не скажешь про рамки вокруг экрана, они достаточно широкие. Над экраном стандартный комплект из датчиков освещения и приближения, а также фронтальной камеры и разговорного динамика с отличным качеством звука. Внизу традиционно для LG только логотип компании. Стоит только раз взглянуть на LG Xcam, как сразу станет понятно, что здесь шикарный экран. Еще бы, 5,2 дюйма с разрешением 1920 на 1080 точек, а это целых 424 ppi. И это далеко не все его преимущества. За счет такого высокого разрешения на относительно небольшой диагонали дисплея пиксели заметить крайне сложно. Я бы даже сказал невозможно. Сколько бы я не присматривался к тонким шрифтам обновленной оболочки LG UX50, придраться к их четкости я так и не смог. Перед нами IPS-экран без воздушной прослойки с отличной контрастностью, вменяемой яркостью и правильной цветопередачей. Под разными углами цвета не инвертируются и яркость практически не снижается. Автояркость ведет себя более-менее правильно и чаще всего адекватно подстраивается под освещение. Вопросы есть только к специальному режиму чтения под названием Reader Mode, который активируется в настройках. С ним цвета дисплея становятся более теплыми, якобы так глаза меньше устают. Здесь есть целых четыре режима, и при активации черно-белого смартфон начинает сильно тормозить. Видимо, процессору сложно рендерить ЧБ изображение в реальном времени. Он здесь вместе со встроенным графическим процессором Mali T720, средненьким по современным меркам, хотя ситуацию немного спасают 2 ГБ оперативной памяти. Антуту подтверждает опасения – около 35 тысяч баллов. Встроенной памяти 16 ГБ, которую можно расширить картой памяти. Для работы системы 64-битного восьмиядерного процессора MT6753, скажем так, хватает. Ничего особо не тормозит, рабочие столы перелистываются более-менее быстро. Одним словом, если вы до этого не пользовались каким-нибудь флагманом, смущать здесь ничего не будет. Правда, при первом запуске даже таких простеньких приложений, как звонилка или мессенджер, придется подождать пару секунд. Смартфон запускает их очень неспешно. Зато в памяти можно легко держать парочку таких программ плюс одну ресурсозависимую игру и быстро между ними переключаться. С играми дела обстоят неоднозначно. Простые аркады работают идеально, чего не скажешь про такие игрушки, как Modern Combat 5 и Asphalt 8. В первой явно проседает FPS, но игра остается играбельной. Во второй же все заработает нормально только на низких или еще лучше на очень низких настройках графики. Кстати, никаких проблем с нагревом смартфона нет. X-Cam совсем незначительно греется в районе задней крышки рядом с качелькой регулировки громкости. Важно, что в качестве оболочки используется LG UX пятой версии на базе Android 6, которая предустановлена на флагманском G5. Она заметно посвежала по сравнению с четвертой версией, которая, например, до сих пор используется в прошлогоднем флагмане G4. Общий дизайн интерфейса стал более плоским, как этому учила компания Google. Шторка уведомлений выглядит опрятнее, а меню приложений и вовсе исчезло. Если станет тоскливо, его можно будет активировать в настройках рабочего стола. Естественно, никуда не делась возможность переназначать кнопки управления системой как душе угодно. В LG X-Cam, как и во флагманском G5, есть сразу три основные камеры. 8-мегапиксельная фронтальная и целых две основные. Одна из них обычная 13-мегапиксельная, а вот вторая широкоугольная на 5 мегапикселей. Правда, модули здесь более простые, с меньшими светосилой и углами обзора. Выбрать камеру для съемки можно двумя маленькими кнопками. Вот так снимаем обычной, а так широкоугольной. Тут же в приложении камеры можно активировать простую вспышку с одним светодиодом. Есть еще парочка не самых полезных режимов и на этом все. Где HDR? Где мануальный режим LG? Нет их, и это при том, что камеры в этом смартфоне это основная фишка. Посмотрим на качество фотографии. Снимки на основную и обычную 13-мегапиксельную камеру получаются достаточно детализированные, с правильной цветопередачей, но с не самым широким динамическим диапазоном. С этим смартфоном солнце наш враг. Камера не справляется с ярко освещенными частями кадра и просто их засвечивает. А вот с темными частями снимка камера поступает некрасиво, мажет их беспощадно. Это же касается и ночных фото. В общем, при определенной сноровке может получиться неплохой снимок. Необычная широкоугольная камера снимает примерно так же, только с детализацией похуже, а угол пошире. Края снимка при этом немного загибаются, как это происходит на фотографиях с экшн-камер. Видео с двух камер пишется в разрешении Full HD и как-то похвалить его я не могу. Качество стандартное, с неплохой детализацией и без смазов. Только вот как бы не снимала эта широкоугольная камера, работать с ней гораздо приятнее, чем с обычной. В кадр попадает больше деталей, есть возможность снимать шикарные пейзажи, да и вообще всячески экспериментировать. Меня поймут те, кто когда-либо пользовался экшн-камерами. Фронтальная камера на 8 мегапикселей выдает неплохие снимки с отличной детализацией, но при этом сильно боится плохого освещения. Для дополнительной подсветки в интерфейсе камеры придуман режим рамки, когда основная часть дисплея светится желто-розовым цветом. Правда, эффекта от такой искусственной подсветки я так и не обнаружил. Аккумулятор здесь с абсолютно стандартной для современных смартфонов емкостью 2520 мАч. И так LG X Cam от него и работает. Стандартно. То есть не больше одного светового дня. В моем режиме использования он чаще всего работал до 9-10 вечера при автояркости, постоянно активном твиттере, парочке звонков и двух-трех вечно работающих мессенджеров. Под нагрузками X Cam начинает активно поедать заряд, так что не удивляйтесь, если после часа в Asphalt 8 на полной яркости куда-то пропадут 50%. X Cam это в любом случае эксперимент для компании LG. Такой себе середнячок с шикарным экраном, средними производительностью и автономностью и с уникальной системой из трех камер. Получился ли этот эксперимент удачным, решать вам. Так что смело оставляйте свои комментарии по поводу LG X Cam под этим видео.